Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия, события недели. Сегодня мы отойдем от привычного формата обзора главных новостей и представим комментарий главы республики по главным темам года. Своим мнением Виктор Зимин поделился в интервью руководителю нашей гостей радиокомпании Ларисе Ефименко Михайловой. И, конечно, в первую очередь были затронуты два вопроса. Это пожары 12 апреля и положение горняков в Абазе и Вершине Тёи. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Я очень благодарна вам за согласие дать. Надеюсь, откровенное интервью. Мы давно не виделись, а поговорить есть о чем. Добрый день. Вы знаете, пожалуй, я начну с самого волнующего наших зрителей. И сразу предупрежу, разговор, конечно, наверное, будет непростым, но я думаю, зрители от нас это ждут и ждут от вас, как от главного лица Хакасии, откровенных ответов. Вот, наверное, любой период для главы региона простым не является. Но вот год нынешний для Хакасии выдался, ну, на редкость, на редкость сложным. Начнем хотя бы со страшной трагедии апрельской. Самое печальное, что огненная стихия унесла жизни людей. Погорели сотни домов. Это все известные факты, но вот сегодня, Виктор Михайлович, когда уже сделаны оргвыводы, что вы можете сказать? Была ли вот республика готова к такому повороту? Или все же где-то не доработали? Ну, правда, надо честно отвечать, да? Можно ведь и вато сказать. Нельзя к таким событиям быть полностью готовым, потому что оно в большей степени являлось таким. Наверное, из масштаба цунами, землетрясения. Я могу это характеризовать отчасти как специалист, отчасти, что не первый раз мы сталкиваемся с таким родом трагедиями или же природными явлениями. Ну, почему, прежде всего? Не потому, что нужно кого-то спасать. Нужно было, прежде всего, всегда защищать население. Это мой был девиз, лозунг. С первого дня работы главная задача всех уровней власти – это защита населения. Так вот, смогли мы ее защитить перед этой стихией? Ну, как мы убедились, что мы не смогли защитить население. В той части, что мы имеем потери. Потери имущества имеем и самое страшное – человеческие жизни. Ну, что, наверное, нельзя ничем оправдать или объяснить, что было аномальное явление, температура, воздух. Просто, возможно, не было этого оповещения. Мы действительно очень поздно получили предупреждение. Я не стал переваливать вину, знаете, как сказать, этих стрелочников. Вот я хотела бы задать этот вопрос. У меня есть свое мнение. Кто, отчасти, в чем виноват? Ну, я не считаю, что виноваты там сегодня те, на которых акцентируют внимание органы поселковой власти, муниципальной власти. Я думаю, что это общая беда, общая вина. У нас опять гидромет ни при чем. Многие вещи, кто ни при чем. Федеральная структура. Много составляющих, да, в этой ситуации. Страшные истории, конечно, произошло. Я как глава региона, правильно сказать, это главное лицо, которое отвечает за все. Мне, конечно, некомфортно, и не просто некомфортно. Это мягкое, такое, наверное, определение. Мне больно, что это получилось у нас, что у нас так получилось. Мы всегда были одними из лучших. Мы умели проходить поводки, все пожары. Мы никогда не горели. Вы заметьте. Мы насколько сократили пожары. Пожары. Мы очень много каждый год делали. Вместе с теми, кого сегодня обвиняют. Не отдельно взятый Виктор Зимин, это все делали те же главы муниципальных образований, поселковых советов. Само население боролось с этим. Мы культуру повысили. В частности, того, чтобы борьба с паломами, борьба с сжиганием травы, трав на дачных участках, в домах. Ну, вот с таким явлением было бороться очень сложно. Мы горели всего полтора часа. Полтора часа. В общей сложности. Потом уже тушили, дотушивали, заливали там еще что-то. 60 населенных пунктов. Но нельзя было все это предусмотреть. Мы, понятно, не знаю, с какой полосой нужно было опахивать населенные пункты. По 100 метров, по 200. В общем, стихия нам еще раз доказала, что мы перед ней, как правило, бессильны. Бессильны? И, как я поняла из вашей речи, что вы все-таки не сторонник жестких мер и не искать, как вы называете, стрелочников. Все равно, наверное, кто-то должен нести ответственность за это. Ну, вот, Виктор Михайлович, я просто такой вопрос. Просто я сама присутствовала лично на одном из заседаний. Что нужно? Вот здесь вопрос я бы по-другому поставил. А что нужно сделать? Что нужно сделать, да, на сегодняшний день? Всем. Дружно. А самое главное, вместе с федеральной составляющей. Ну, давайте мы сейчас там же уровни. Вот что нужно? Поделим уровни, да? Есть уровень муниципальная, есть уровень республиканской власти, и есть, или полномочия назовем, полномочия тех, они все равно одинаковые. Одинаковые. Ну, давайте оставим сегодня с их полномочиями, они такие же, как глава государства, как глава региона, практически полномочия, только армии нет. Полномочия поселкового совета. Ну, и что он там сделает? Вот не хочу их обидеть, этот герой, что он, чем он спасет? Денег не хватает, как правило. Как правило. Да, техники не хватает, людских ресурсов не хватает, а потом контролирующих органов приезжает больше, чем спасатели. Виктор Михайлович, замечательно, какие-то предложения родились по факту вот этих страшных событий, да, с предложениями, да, официальным. Вы, наверное, видели мой разговор, отчасти его показали с президентом России. Чуть-чуть. Ну, так, фрагмент выдернули из контекста, выдернули слова, что, Владимир Владимирович, ну, не садите попозже, посадите, дайте поработать. Ну, очень долго курсировала по всем федеральным СМИ ваша крылатая фраза. Да, был разговор и до этого. И эта фраза тоже была не вот такой. Я просил президента об одном. Но, Владимир Владимирович, мы готовы отвечать всеми уровнями властей, да, муниципальной, республиканской. Не надо сейчас только делать так, чтобы этих главпоселений вытергивать. По 12 часов, по 8, привести следствие. Успеете. Успеете. Дайте им эти 3-4 дня, первых, может, неделю, да, чтобы они постояли возле бабушек, дедушек. Они вообще все потеряли. Они больше никому не нужны. Я не хочу сегодня говорить, что правоохранительные органы, они своей работой занимались. Но я просил другого. Там люди, 6,5 тысяч населения, которые ждут каждый день внимания от власти. Плохая она или хорошая, сегодня она такая. Вот оно конкретно. Сидоров Иван Иванович, который должен организовать этим людям ночлег питания, медицинское обслуживание, не пошло и поехало. Их нельзя бросать было. А не выдергивать его, арестовывать и пугать, с первого дня мы вас их пересадим. Мы же все люди. Я должен был, как глава республики, заступиться в этой части. А виновных, ну пусть найдет, ищут следствие, суд определит. В конечном итоге определит суд. Вот по прошествии этой данной трагедии, выходили ли вы, может быть, наши законодатели с каким-то предложением? Например, ведь погорело очень много домов. Как выяснилось, в процессе восстановления очень много без документов. Очень много людей, если имеют документы, жилье не застрахованное. Более 50%. Так вот видите, в этом идет пробуксовка шла по реализации данной программы по восстановлению жилья по горельцам. Может быть, вынести предложение обязательно страхование жилья в таких случаях, хотя бы частного жилья, которое, в общем-то, действительно от таких ситуаций не застраховано. Нет, я первый раз. Может быть, там я не знаю. Скажу, что пробуксовки вообще не было. А в чем вы взяли, чтобы пробуксовка была? Вы знаете аналоги? Лучше? Приведите мне аналоги, что где-то лучше это делалось? Я не приведу аналоги, что где-то лучше это делалось. Я приведу аналоги, что сроки очень были у нас. Да, сроки очень жадкие. Мы сами их взяли. Вот еще один вопрос. Мы сами взяли эти сроки. Мы не слишком рискнули, взяв на себя такие короткие сроки. Знаете, если бы не была эта Родина, то и плевал бы я там так рисковать. Но это Родина и люди наши. Я их просил за меня голосовать. А когда коснется беда, да, товарищи, давайте я вам на полгода. Или на год попозже построю, для меня так. Но я не так рискую. На всякий случай, 100% введу эти дома. А вы там потерпите еще зиму где-то? Вопрос-то в этом. Я же тоже как человек понимал, что завтра не ищем быть, идти к людям и говорить. Вы что, правда, не можете быстрее? Ну, для себя бы любимых, наверное, быстро построили. Ну, у нас и вправе народ так говорить. Это насчет пробуксовки и риска. То есть, что делать в законодательной части этого момента? Да все мы уже говорим об этом, я не знаю. Но выставить не можем никого. Ничего не застрахованного в России. Ничего. Вот просто, да? Кроме машин. Закон ввели. Сначала все возможности. Что это я буду страховать? А сейчас все счастливы. Проблем нет, правда? Так вот, Хакасия, давайте выступить в череде первых. Ну, это мы обладаем законодательной инициативой. И я думаю, что об этом каждый день говорят и на федеральном уровне. Но что-то есть, какой-то сдерживающий фактор. Я не могу понять, кто. Я не вижу здесь каких-то подводных камней, что до такой степени непопулярный будет закон, что он отвернет электорат какой-то партии. Мне кажется, просто побаиваются. Виктор Михайлович, я бы вот хотела, да, немножечко уже заканчивать наш разговор по поводу погорельцев. Вот вы, да, сказали, президент очень много сделал. Безусловно, федеральные власти пошли навстречу нашему региону. Но, с другой стороны, чрезвычайная ситуация была крупных, больших масштабов. И было бы странно, если бы федеральные власти бы не обратили на нас внимания. Другое дело, что, да, много послаблений было в части, да, подтверждения на право на жилье и так далее. Плюс большие деньги были выделены. Но, вот смотрите, я, конечно, не сторонница тех людей, которые, в общем-то, критикуют вас и кабинет министров, которые, как бы, считают, что плохо справились с восстановлением, да, жилья. Я считаю, что все-таки большинство домов сданы в срок и очень достойно. Люди счастливы и большинство людей счастливы. Наши съемочные группы курсировали по всей республике. И видели, и было что сравнивать, но видели, опять же, и проблемы. Вот, и проблемы, в основном, коснулись самого пострадавшего района, Ширинского. Почему ему так не очень повезло, вот получается, что и с подрядчиками, и, похоже, с кураторами. Этот район постоянно скандалы сотрясают. То подрядчики, то строителям не платят. Они, соответственно, работают, как попало. Погорельцы возмущены, а деньги-то вы, можно сказать, выбили, деньги-то выделили на это все. Вот почему так? Деньги есть, а работы нет. Можно встать в общий ряд, с проблемами, в то же время можно встать над ними и сказать, что там за бардак. Ну, я привык, наверное, может, беда моя, как политика, что я привык, так я должен отвечать и становиться сверху. Я завтра, я сейчас могу, знаете, я разберусь. Ну, вот мне хочется узнать, что вы скажете. Знаете, потом пальцем похлопал, потом кого-то наказал, но от этого проблема сразу не решается. Надо вникать, надо было идти в этом процессе, но так получилось. На сегодняшний день, да, ошиблись с подрядчиком. Но генеральным подрядчиком к нам приехали алтайцы. Человек, возглавляющий, мы вообще подошли только так. Человек, возглавляющий всех строителей в регионе. Красноярск, Алтайский край, никто имел опыт. И понятно, кто-то должен был быть с Родины. Мы определились. Сначала вообще трех только назвали в федеральной структуре. Мы потеряли время, особенно по Ширинскому району. Человек оказался, или предприятие оказалось, несостоятельным. За это время оно поистратило свой порох, пришло на нашу территорию и хотело заработать денег. Дай Бог, чтобы во время разобрались. Весь процесс, всю стройку замещали. Мы их вытесняли и замещали другими подрядчиками. Понятно, что пришлось спешить где-то. Понятно, что где-то некачественно выбранные субподрядчики, даже субподрядчики. Там интриги шли. Пытались продавать подряды. Ну, за 17 или сколько процентов. Ну, до меня доводили эти данные. Мы остро реагировали на эти вещи. Но я не мог это людям каждый день объяснить. Люди возмущались. Я знал правду, в чем проблема. И моя главная задача была реагировать на это. Не взирая, какая идет критика, не обращая внимания. Дело нужно было делать. И нам нужно было строить и заканчивать дома. И сегодня, я вот сегодня, кстати, сегодня тоже имел разговор с министром строительства, сказал, Сергей, не шутите больше. Хватит. 23 дома у вас там таких шатковалка. А я думаю, что больше. Где еще что-то недоделанное, качество есть, да? К этому возвращаться. Вот, я не знаю, может, у Шиницкого района. Я бы не хотел это назвать. Судьба такая. Ну, вот складывается, да, ситуация такая. Если в Арженикийский район мы отдали красноярцам. Там все вообще прошло замечательно, но ура. Просто монолит строй, да, компания? Мы подошли ответственность, забрали самых сильных. В Красноярском крае, да? Губернатор отследил эту позицию. А то вот этот... Не хотел бы ставить черную метку Алтайскому краю. Хотя президент у меня спросил, откуда они были? Так нет, ну, любопытно. Пусть героев знают в лицо. Ну, да. Вот такой нашелся руководитель. Я думаю, он обманул и там, и здесь эту ситуацию. Возглавляет СРУ. Алтайского края. Ну, казалось бы, выборная должность. Выбирает его все строители. Но он, видно, решил подвести под себя эту схему. Думал, что здесь зарабатывают деньги. Здесь нужно было помогать. Мы отдали деньги. Мы отдали. Мы честно себя вели. Наше дело было. Контролировать 1300 домов, это сложно. Мы даже не готовы были к таким масштабам достроительства, помимо этого. Ну, да. Год поднес сюрприз такой. Ну, вот сегодня, Виктор Михайлович, все ясно. С подрядчиком не повезло, заменили. Вот сегодня, что вы можете сказать тем, кто еще не успел въехать? Такие есть тоже, поверьте. Это мы не читаем там какие-нибудь сайты и так далее. Аккуратируйте, что есть такие. Да. Да я говорю, к вам сводочки приходят, наверное, по нескольку раз на день. Да не сводочки у меня идут, а телефонные звонки, жалобы. Вот, вот, вот. Вот что можете сказать сегодня этим людям? У меня все структуры работают на власть и сообщают, что происходит. Я все знаю. Я, может, частности каких-то не знаю, да? Ну, что я могу сказать людям? Я рад за людей, что они имеют дома. Что 99% живет счастливо. 1%, даже меньше 1%, это получается 0. Вот мы посочетали 22, где-то 37 домов. А вы еще возьмите и то, что у нас еще суды были в октябре месяце. И мы их только начали дома. А это общий конвой идет. В общем, все люди в массе. Да, в общем фоне. У нас там осталось элементарные вещи. Домов 17, что ли. Вот где там есть шероховатости. В том плане, что им нужно было 1 сентября. Ну, уже вот. Ну, я и задаю вопрос именно тех, кто... Знаете, я не хочу здесь посыпать голову пеплом и рассказывать, у всех просить прощения. Не за что. В той части только что не смогли защитить. Все в остальном, ну, поверьте, все регионы остальные, которые устроены, меньше 12 месяцев никто не работал. Мы работали 4 неполных месяца. Я бы просил здесь, наоборот, отнестись с пониманием. Даже к тем строителям, ну, которые вовремя маленько не успели. Я видел, что я такой натиск держал и снял все правительство туда. Я строителей загонял, ну, просто в угол. Но есть предел. Есть предел возможностям. Но кто-то нашел возможности и ресурсы, да, он работал 25 часов в сутки. Ну, таким вот 5-го числа буду говорить спасибо. А вот эти шероховатости, мелочи мы доведем. Ну, я не уступлю там этой позиции, что кто-то уйдет с поля с деньгами. Во-первых, мы не отдали деньги. Не отдали. Только ПШРА 65 миллионов еще не отдали денег. Ну, это, видимо, по акту выполнениях работы будет все произойти. Конечно. Только когда закончат 100%, мы отдадим эти деньги. Спасибо, Виктор Михайлович, за откровенные ответы. Я думаю, что мы немного успокоим людей. Хотелось бы перейти к не менее тревожному вопросу. Это Абаза и Вершина Тёи, оба градообразующих предприятий, судьба которых под большим вопросом. По Тёи уже, по-моему, вопрос решен окончательно. Это сотни безработных людей, которых трудоустроить по месту маловероятно. И вот сейчас, как, впрочем, в других ситуациях, растерянные люди собирают митинги, взывают лично к вам. Причем часто бывает это в не совсем корректной форме. Вот у меня такой вопрос назрел. Ситуация с закрытием рудников вообще могла возникнуть еще два года назад, когда собственник Евросруда, собственно, хотел отделаться от этих предприятий. Вот почему вы вмешались тогда, а не просто не выступили, грубо говоря, сочувствующим сторонним наблюдателем, да, и как будете разрешать ситуацию сегодня? Ну, начну с того, что почему тогда вмешались, более остро, да, отстояли, еще два года проработали. Мы тогда вообще не были готовы. Ну, не были готовы к вот такой ситуации. Я поясню, почему, в чем наша была готовность или не готовность. Представьте, два года назад просто этих предприятий сегодня бы не было. Ну, целых два года. Мы бы сегодня, как раз, практически начало кризиса. Мы уже продвещали, знали, что будет ситуация ухудшаться. У нас бы не хватило никаких ресурсов, по большому счету, на том этапе. Нужно просто муниципалитеты вытащить. Люди-то находились бы там же. У нас не было такого развития. У нас не было тогда открытых новых, предполагаемых даже, угольных разрезов, куда ушли бы эти специалисты. Они, как правильно, все гурнодобывающие промышленности. Мы бы имели социальный взрыв. И в Абазеевте. Просто не то, что сегодня ситуация. Я бы поясню, почему. Ну, экономику обрушили бы Абазе и Тьёе. Мы бы ее... Нечего было предлагать. Сегодня мы почему согласились на Тьёю? Ну, может, неправильный термин, что согласились. Ну, понял, что ситуация до такой степени зашла в тупик уже, что ну, нельзя дальше с такой ценовой политикой идти. И мы пошли, да, на оздоровление ситуации. Мы добились. За это время шла война. Ну, просто война. Целый год. Между бывшим собственником, федеральными структурами и нами. Я считаю, мы все, что могли из-за этой ситуации, мы... Не очень хорошее слово, но мы отжали. Нам дали на сегодняшний день два статуса. Никто в Сибири их не имеет. У нас много моногородов. Очень много их. Они заявлены. По всей России. Центр. Вот такой-то моногород нам бы ситуацию изменить. Нам дали статус двух моногородов в первой категории. Что это означает? По-русски объясните зрителям нашим? Это финансирование. Куда оно пойдет? Когда? Только мы будем с вами готовы с программками на создание новых предприятий, новых инвесторов, мы сразу заявляемся, нам финансируют. Те моменты, которые мы называли, отчасти одно рабочее место, почти миллион на инфраструктуру. А послабление в налогах очень сильное будет. Это в феврале мы получим зону опережающего, не зону, а территорию опережающего развития. Их всего тоже несколько в России. Мы сразу две получаем. Вот с этими условиями, причем при этом у нас Абаза еще работает и будет работать. Тея, но она в гораздо худшем составляющем была, я имею в виду по качественному составляющему руды, у нас не было шансов быть совсем несправедливыми. Говорят, берите тетюйскую тоже руду. У нас... Ну, надо было искать компромисс, а так или иначе. Да, это компромисс. Ну, вот вы абсолютно правильно сформулировали это состояние. Это компромисс, который нас уже устраивает. Я очень хочу, я очень верю, что через 3-4 года она будет абсолютно другой. Вот она будет более счастливой, чем была. До сокращения. За счет чего? За счет чего? Мы не закончим там капиталить дома, мы не закончим там сносить ветхое жилье, мы не закончим там развивать спортивную базу. Мы наоборот, сейчас усилим экономическое, финансовое влияние. Построим дорогу. И я отдал слово. Это здорово. Ну, вот как раз таки по поводу развития туристической базы и спортивной базы. Все это здорово и замечательно. Но те же люди, тетя с Рудника, вот мы типа горняки. Мы тут, понимаешь ли, в обслуге не хотели бы идти. Вот этот фактор, вот как психологически его перенести. Вообще, как люди реагируют на то, что мы были в Тёе, снимали материалы, что туда приезжают, конечно, представители центра занятости и реально предлагают вакансии. Но люди со скепсисом к этому относятся, вот к этому городу-саду, построить через 3-4 года. Вот как их, их же надо как-то убедить в этом? Вот как? Ну, убедить можно только делами. Только делами. Реальными делами. Я почему назвал срок? 3-4 года. Актуальный вопрос будет, о чем они будут жить этот период 3-4 года. Сейчас они на что кушать будут, платить кредиты и так далее. Решения все приняты. Все, кто хотят работать, работа есть. И мы поможем. И с садиками, и со школами. Если кто готов переехать, на зарплату даже, наверное, больше. Мы же не говорим так, давайте, ищите сами работу, трудоустраивайтесь, обживайтесь. С каждым человеком мы будем рядом. Мы никого обманывать не будем. Нет нужды. Я ездил не для того, чтобы обмануть, какой-то период переждать. Нет. Все, что мы делаем, мы даже больше будем наращивать. Эту помощь. И действительно так, что вершина Теои должна быть таким местом, куда хотелось бы ехать жить. Мы сегодня сделали абсолютно правильный шаг. Мы приостановили деятельность Рудника. Мы не закрыли Рудник. Мы не идем по пути его упразднения. Мы говорим, мы приостанавливаем работу Рудника. Но при этом мы не обманываем людей, чтобы получить и пособие, уходить. Каждый человек под нашим вниманием. Мы будем насыщать его программами этот поселок, жизнедеятельностью, а не улицей. Мы говорим о том, что мы будем смотреть, как работает мировая экономика. И мы попытаемся, сохранив технику, она сейчас вся сетка. Мы 90 человек оставили там на поддержание жизнедеятельности. И вместе с вами будем молить Бога и мировой экономики, чтобы все-таки будем ждать роста. Роста экономического, роста цен. И мы в любой день, чтобы в течение месяца могли реанимировать предприятие и начать работать. Спасибо, Виктор Михайлович, за этот ответ. Но вот на фоне всех непростых событий, Виктор Михайлович, такой любопытный вопрос, ваш кабинет министров в этом году претерпел серьезные изменения. Вот на ключевых постах мы видим новых и порой неожиданных людей, прям скажем так. С чем это связано и как вы оцениваете работу кабмина в столь непростых обстоятельствах? Ведь, как известно, ваше окружение создает некие имиджи вам. Вы же просили меня быть лаконичным. Да. Нужны обновления. Нужна новая кровь. Кто-то устал, кто-то стал. Кто-то ушел на повышение, ну не на повышение, в другой регион. А кто-то стал просто востребован. А кто-то стал хуже работать, уже не работает. А в той части, что у нас идут кадровые изменения, наверное, процентов 80 все-таки те люди, которые выросли. И я больше этому радуюсь, что у нас по просьбам трудящихся уходят в другие регионы. Сегодня мне да, звонил зампред. Ой, зампред, представитель президента Николай Евгеньевич Рогушкин. Говорит, немного ли теряешь? Я говорю, ну, судьба. Когда-то мы приглашали людей к нам на работу в республику, да? Ну, сегодня выросли. Я рад, что мои коллеги просят. Меня в община, Юрий Анатольевич, попросил Виктор Александрович. Виктор Николай Иванович попросил Сомска еще одного заместителя, первым замом к себе. Татьяна Григорьевна ушла у нас в ХГУ. Ректор, я считаю, безумно знаковая должность, работа для региона. Тоже, как визитная карточка. Большое учебное заведение, статусное для республики, да и для России. Я еще могу ряд называть людей, которые, ну, выросли. Есть еще два предложения. Ну, и, конечно, это жалко. Я теряю. тайну не раскроете? Нет, нет, нет. Это частная жизнь, сейчас замучаете. Виктор Михайлович, людей этих... Встречный вопрос. Когда уйдете, потому что... А резерв-то кадровый есть адекватный, достойный, в смысле, по уровню, по развитию? Вот я к чему. Наверное, знаете, я здесь всегда пример раньше приводил, когда советская власть жива была. Ленин умер, а советская власть стоит. Ну, вот тут рухнуло. Наверное, всему есть предел. Здесь тоже... Я хочу честно сказать, конечно, мне жалко. Ну, должно быть и честное отношение к своим партнерам, коллегам. Ну, ты должен быть готов к тому, что твои коллеги уходят вперед. Ну, такая роль у главы региона, да? Это титанический труд, я даже не сомневаюсь в этом нисколько. Поэтому спасибо вам огромное за это интервью. Я думаю, надеюсь, что оно не последнее, и в ближайшее время мы будем чаще встречаться, и будем, может быть, разговаривать на разные темы, тем необъятное количество, и проговорить их за один раз просто невозможно. Спасибо огромное. Это лишь часть большого интервью нашей телекомпании. Мнение Виктора Зимина по другим актуальным вопросам мы покажем в следующих выпусках итоговой программы. А теперь о новостях из жизни парламента. О них в традиционной рубрике расскажет Константин Кравцов. Стоит отметить, сессия Верховного Совета носила ярко общественный характер. Во-первых, это поддержка пенсионеров. Итак, один из принятых законов предусматривает установление суммы прожиточного минимума на 2016 год в размере без малого 8,5 тысяч рублей. По сравнению с нынешним годом сумма эта увеличилась на 22% или на 1560 рублей. Согласно данным оперативным законом пенсионеров проживающего на территории Российской Федерации устанавливается социальный наклад пенсии. А если сумма будет реагировать в печени меньше увеличение прожиточного пенсионеров... У нас дополнительную эту доплату получат 23 тысячи для пенсионеров в следующем году. А в этом было 14,5 тысяч. Если индексация на следующий год закладывается в бюджете на 4% всего, то в данной ситуации впервые у нас увеличена прожиточного минимума увеличится на 22%, а в деньгах это на полторы тысячи. Я не говорю, что это большая сумма, но в отношении к предыдущим годам увеличение впервые такое большое. Пенсионный законопроект депутаты приняли единогласно. Также единогласно прошел и еще один. Касается он, если не всех, то большинства жителей Хакасии. Суть проекта в организации общественного опроса по телефону либо устно, притом исключительно муниципальные власти теперь могут узнавать настроение в обществе. Те же самые пожары, что нужно сегодня сделать, и мы просто должны узнать мнение населения, что делать с заброшенными дачами, что делать с пустующими этими полями зарастающими, вот, мнение одно, второе, третье, и, пожалуйста, коллективный вот такой опрос, можно уже принять какое-то решение. Еще одна социально значимая инициатива строительства дошкольных учреждений с 2010 года в Хакасии для дошколят создано почти 9 тысяч мест. Это с учетом финансирования из Москвы. Вместе с тем проблема дефицита мест по-прежнему остается актуальной и практически в стадии завершения стройка трех детсадов в Шира, Черногорске и Копьево. Но федеральное финансирование прервано по разным причинам. Так вот, депутаты обратились в правительство к Дмитрию Медведеву с предложением о выделении денег. Всего необходимо 216,5 миллионов рублей. Стоит отметить, сфера образования и культуры в работе депутатов одна из ключевых. Так, Сергей Комаров накануне поздравил жителей села Чапаева с 55-летием библиотеки. На торжественном мероприятии заместитель председателя Верховного Совета подарил учреждению редкие книги. Это уникальный экземпляр книги, подборник стихов Михаила Кичичакова, нашего земляка. Это уникальный экземпляр для все его стихотворения, переводы в первую очередь. Это уникальный экземпляр, чтобы у вас было храниться. Ну и все остальные книги, там тоже уникальные книги есть. Поздравляю! На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных и позитивного настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго! субтитры и субтитры субтитры